МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе в студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Когда в товарищах согласия нет, город может остаться без деревьев по следам очередной вырубки. На показ или впрямь районные власти организовали исследование Солнечногорского воздуха, но не все жители этому доверяют и обращаются в очередные инстанции. К школе готовы. Воспитанников незабудки одарили подарками к 1 сентября. И теперь об этих и других событиях более подробно. 21 августа в Клину состоялось заседание Высшего совета при губернаторе Московской области. Его провел руководитель региона Андрей Воробьев. В состав совета входят члены областного правительства и главы муниципальных образований Подмосковья. На заседаниях совета решаются злободневные проблемы городов и районов области. Очередное заседание Высшего совета при губернаторе Московской области началось с поездки его участников по Клину. Около дома Чайковского кортеж членов совета встретил небольшой пикет, который провели два клинских активиста. Главное для Подмосковья антикоррупционная зачистка. Город Клин – центр коррупции. Счетная палата три года назад сказала, в Клину столько нарушений, сколько не было во всей Чечне даже 10 лет назад. Ну и в Подмосковье тоже самое. Мы выступаем за отставку мэра города Клина. Полиция пикетчиков не тронула, а члены совета направились в городской парк на берегу реки Сестра, который в 50-60-х годах высадили клинчане. Долгое время парк пребывал в запустении. Недавно в рамках программы парки Подмосковья он начал новую жизнь. Члены Высшего совета посадили в парке 75 деревьев, астролистных кленов и лип. Местные жители поблагодарили за это руководителя области. Затем члены Высшего совета побывали на выставке коммунальной техники. Она развернулась перед Клинским ледовым дворцом. Здесь были представлены различные образцы машин для уборки и ремонта дорог. Включили его, он молотит. Он вам асфальт делает. Пользуясь случаем, обсудили ситуацию с обеспеченностью Московской области техникой для коммунальных работ и состояние дорог в области. В этом году к зимнему сезону их в области обещают отремонтировать полторы тысячи километров, тогда как в прошлом году смогли только 200. Чтобы поддержать дороги в должном состоянии, в год необходимо ремонтировать 13 тысяч километров. Ремонт каждого километра дорожного покрытия стоит 5-6 миллионов рублей. У нас техника 2800 потребностей, есть 200. Из этих 200, 1900, 1800. Старая техника, 7 и более лет. Слышки на закупке предстоят. По программе «Наша Подмосковья» область закупила 90 единиц техники. Ключи от четырех новых КАМАЗов вручили водителям из городов Ступино, Высоковска, Коломна и Озерска. Далее члены высшего совета отправились в недавно отстроенный Клинский микрорайон. Сюда были переселены жильцы ветхих домов. Новоселы вполне довольны своим новым жильем. Я живу здесь, у меня молодая семья, мы вручили квартиру. Чтобы сработать, понять условия, надо посмотреть, в каких условиях мы жили раньше, как живем сейчас. Да, мне траж небольшой, но мы очень довольны квартирой. У нас двухкомнатная квартира. Теперь новоселы хотят, чтобы в микрорайоне поскорее появились детские сады школы. В разговоре с прессой руководитель области коснулся становящейся все более актуальной проблемы нелегальных мигрантов. По убеждению Воробьева, в России основную работу в том числе и в коммунальном хозяйстве должны выполнять местные жители – россияне. А для того, чтобы привлечь кадры, необходима достойная зарплата. Мы будем искать, я обращаюсь к своему первому заместителю, источники повышать зарплату нашим российским гражданам. Должны на ключевых, публичных, особенно публичных, работать граждане России. 35-45 тысяч рублей заработная плата – это, на мой взгляд, очень высокий уровень. Это один из методов борьбы с нелегальной миграцией. Вторым сказал глава региона, будет закрытие всех незаконных рынков. В качестве негативного примера работы нелегальных рынков Воробьев привел город Долгопрудный, главой которого является Олег Троицкий. На стихийных рынках с трудом можно отыскать гражданина России. Как правило, это место жительства, работы, рождения, почерпки, рождения. Здесь Олег Иванович, Троицкий. Олег Иванович, на рынках рождаются дети. Присаживайтесь. 16 лет назад уже выросли и работают там на рынках. Воробьев потребовал от глав городов и районов закрыть все незаконные рынки до конца этого года. Кроме того, местные власти должны будут обратить внимание на так называемые резиновые квартиры. Работа Высшего совета при правительстве Московской области завершилась закрытым для прессы заседанием, которое провел Андрей Воробьев. Юлия Беспалько, Евгений Кириленко, Солночногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Девятиэтажный дом номер 7 в микрорайоне «Выстрел» уже не первый год украшает местный пейзаж. Однако для бывших военнослужащих, которые должны получить там жилье, он так и остается миражом. Подходит очередной срок сдачи дома – третий квартал 2013 года, но успеть к нему застройщики не обещают. А у людей, которые ждут заселения уже четвертый год, похоже, закончилось терпение. Об этом они сообщили нашим корреспондентам. Элман Рустамов, его бывшие сослуживцы и будущие соседи по дому номер 7 микрорайона «Выстрел» не первый год ведут борьбу за право, наконец, получить обещанное им жилье. За это время они успели обратиться во множество инстанций – от Совета ветеранов до прокуратуры. Недавно получили очередные ответы. Элман и семья его будущих соседей по дому, у которых просто лопнуло терпение, отреагировали на ответ из Министерства обороны, решительно просто въехали в предназначенные им квартиры, не дожидаясь официальной сдачи дома. Мы принимаем решение заезжать в свое жилье, в эту трехкомнатную квартиру, которую государство за то, что мой муж заработал, отдало. Понимаете? Что происходит? Нас выгоняют из этой квартиры, нас каждый день травят, привозят сюда милицию. Нам говорят, вы должны покинуть. Я не могу ничего покинуть. Я 15 лет своей семьей прожила в общежитии с грибком, в антисанитарии. Не некуда идти. А на самом деле там все обеспечим полностью. И обои склеены же, горячая вода есть, и свет специально отключили. Самовольно заселившихся жильцов представители застройщика заставляют покинуть дом. Они аргументируют это с заботой о людях. Однако новоселы в такую заботу уже не верят. Они это аргументируют тем, что это строительная площадка. Вы понимаете? Она 3,5 года строительная площадка. По закону в течение 2 месяцев после получения уведомления мы должны были заехать в свою квартиру. Государство не оставляет нам других шансов. В сентябре этот дом будет брать штурмом. Нет другого выхода у военных в этой стране. Понимаете? Очередной срок сдачи дома номер 7 департаментом государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны конец 2013 года. Узнав о решительном настрое будущих жильцов, глава Солнечногорской пригласил их на встречу и предложил свое немедленное содействие. Очередное обращение в Министерство обороны и областное правительство. Возымеет ли это результат? Будет ясно в сентябре. В Солнечногорске на несколько деревьев стало меньше. Причем произошло это с одобрением некоторых жителей. Другие возмущены. В споре разбирались наши корреспонденты. Дом номер 128 по улице Красная находится около Ленинградского шоссе. Люди здесь страдают от постоянного шума автомобилей и выхлопных газов. Немногочисленные деревья вокруг дома являются хоть каким-то фильтром и шумоизоляцией. Недавно от деревьев у первого подъезда остались пеньки. Некоторых жильцов это возмутило. Срубили почему-то живые деревья. Оголили дом, двор, где гуляют дети. Оголили от Ленинградки шум, грязь, выхлопные газы. Деревья стоят около, вдоль Ленинградки. Все сухие. То же самое ведь происходит с людьми. Они отравляются. Объяснения никаких не дают. То есть у нас дети. Живем рядом с Ленинградкой. Пыль, гарь. Мы растили эти деревья. Была лавочка. Дети играли великолепно. Кто дал такое право и вообще я не понимаю. Нормально все было здесь. Красиво было. А сейчас некрасиво. Вообще двор превратился непонятно чего за это. Вот желтый дом напротив вот который. Ну нормально. Все растет. А сейчас я не знаю. У меня нет слов. Просто больше. По словам недовольных жильцов на вырубку деревьев они не давали согласия. Как выяснилось, сделано это было по заявлению других жильцов дома. Они до того выросли, что уже доставали до четвертого этажа. И самые... Они разветлились. И все на моих окнах были. Ну и на третьем этаже. Но больше конечно у нас. В комнате было темно. Невозможно как. Мы живем буквально вот на тетле до и выше этажом на третьем этаже. И тоже нас беспокоили эти деревья. Из-за чего? Ну то, что темно. И вот тут был очень сильный ураган. И даже ветка попала чуть ли не на наше окно. На основании таких мнений и не ставив известность всех жильцов старшая по дому написала заявление. Собрала несколько подписей и отнесла в управляющую компанию Финстроэстейт, обслуживающую этот дом. На тот момент, кто был, в общем-то, кого я застала, у нас подписали несколько жильцов дома, плюс все старшие по подъездам. Этого было для управляющей компании совершенно достаточно. Корневой системой, во-первых, разрушает верхнее строение дома, а также нижнее. То есть, ну, разрушение идет соколя. Отмостки дома. Непосредственно корневая система может разрушить также частично подвал, в результате чего там грунтовая вода будет туда проникать. То есть, ну, масса причин. Затемнение стены, особенно с северной стороны, грозит ее дальнейшему увлажнению, плесневению, грибок. Те, кто настаивали на вырубке деревьев, рады результату и сетуют на возмущающихся соседей. Меня устраивает вырубка деревьев, то, что произведено, но не устраивает то, что, допустим, под моими окнами остались, потому что началась эта шумиха вокруг того, что под их окнами вырубили деревья. Управляющая компания прекратила свои действия. А мне бы, например, хотелось бы, чтобы под моими окнами росли кустарники. Те, кто сожалеет об утраченных деревьев, считают, что вместо вырубки нужно было бы благоустроить двор и заняться ремонтом дома. Бусы, ямы, дети падают эти ямы. Сзади лужайка, подвал полной воды. Полной. На пояс у меня падали вода. Сирос. У меня пять внуков. Они всегда болеют. Постоянно. Когда в товарищах согласий нет, на лат их дело не пойдет, сказал Классик. Видимо, жильцам дома номер 128 нужно лучше договариваться на общих собраниях. Ведь и в случае с вырубленными деревьями можно было бы выбрать компромисс. Просто обрезать кроны. Ольга Ратникова, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В понедельник, 19 августа, в Солнечногорске брали на анализ пробы атмосферного воздуха. Это результат многочисленных жалоб местных жителей в районную, городскую и областную администрации на работу Солнечногорского завода новых полимеров «Сенеж». Люди считают, что предприятие отравляет воздух. Четкое указание следует. Солнечногорский воздух дал исполняющий обязанности губернатора области Андрей Воробьев во время своего визита в район 1 июля этого года. Состояние воздуха в Солнечногорске на предмет выбросов с завода «Сенеж» проверяли уже неоднократно, но всякий раз об этом заранее знали как на предприятии, так и в районной администрации. Не исключение и этот раз. Об объективности таких исследований и эффективности бюджетных затрат в нашем репортаже. На этот раз взятие прот атмосферного воздуха на анализ происходило в микрорайоне Рекенцо-2. Операцию выполняли сотрудники Росприроднадзора. По словам главного технолога завода новых полимеров «Сенеж», для предприятия это внеплановая проверка. По итогам круглого стола по поисбежителю Солнечногорска мы разработали программу и совместно утвердили ее в Росприроднадзоре. И будем производить среднесуточные замеры основных загрязняющих веществ, которые характерны нашему предприятию. По словам Натальи Кабановой, пробы воздуха берутся в течение 12 часов. Анализы будут проводиться на выявлении двух загрязняющих веществ, которые могут образовываться при работе завода новых полимеров «Сенеж». Ацетальдегид – одно из составляющих загрязняющих веществ, которые мы выбрасываем в атмосферу. И это вещество имеет характерный запах. Так как жители жалуются на характерный запах, мы производим замеры ацетальдегида. Терифталевая кислота не имеет запаха, но так как было много разговоров за круглым столом, что мы должны мерить среднесуточную концентрацию. По данным Управления по экологии и природопользованию районной администрации, помимо реки НСО-2, планируется дополнительно проверить воздух и в других точках города. Кроме того, администрация района изыскала денежные средства в размере 320 тысяч рублей на отбор 42 проб воздуха на границе санитарной защитной зоной и в жилой застройке нашего города. Причем 20 проб будет отобрано в ночное время и 22 пробы воздуха в дневное время. Мы расширили точки отбора проб в городской черте, начиная от курса выстрела, поскольку оттуда поступают жалобы. Улица Бараново, микрорайон Рекенцов, где мы сегодня находимся, но мы будем в другом месте отбирать пробы, посоветовавшись с общественностью. На улице Спортивная, Ленина, возле детских садиков. Члены Солнечногорского общественного совета считают, что сейчас нет смысла проводить какие-либо мероприятия по замерам атмосферного воздуха, потому что завод новых полимеров «Сенеж» находится на профилактике. Сегодняшние замеры – это выброшенные на ветер деньги. Терефталевой кислоты сегодня здесь нет, и воздух чистый. Кроме того, лаборатория встала внутри двора, практически в углу, и направление на завод экранируется достаточно длинной, широкой, высокой стеной дома. Кроме того, и физкультурно-оздоровительным комплексом «Авангард». То есть место выбрано неудачно для того, чтобы мерить вещества выброса с завода. У жителей Рекенцов мнения о проводимых исследованиях разные. Некоторые возмущены тем фактом, что заборы воздуха проводятся днем, а неприятный запах они чувствуют в вечернее и ночное время. Другие говорят, что никаких подозрительных запахов они не ощущают. Вчера в 10 часов вечера воняло газом, постоянно воняет тухлыми яйцами со сладковатым привкусом. Вечером окна открыть невозможно. Днем таких запахов нет, я не знаю, насколько есть неощущаемые примеси в воздухе. Но с 10 вечера окна надо наглухо закрывать, потому что это просто ужасно, чем пахнет. Мне ничем не пахнет, ни больше, ни меньше, чем в другом районе. Детев часто болеют, вот я работала сама в детской поликлинике, очень много больных, как-нибудь с пневмониями к нам приходили. Поэтому экологическое обстоятельство я бы не сказала, что. А вы еще считаете? Есть еще одно мнение. Пробы воздуха нужно брать с привлечением независимых лабораторий и не предупреждая о времени проведения исследований не завод Сенеш, не местные власти. Только так можно добиться объективных результатов. Но пока такой методики почему-то не придерживаются. И это наводит неприятные мысли. Результаты исследования воздуха в Солнечногорске будут опубликованы на сайте администрации Солнечногорского района и в газете «Сенеш». Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Солнечногорцы не верят в объективность исследований воздуха, проводимых под эгидой районных властей. Они считают, что этим должны заниматься независимые лаборатории. Видимо, люди утратили доверие к областному руководству, которому 1 июля сообщали о необходимости объективного мониторинга экологической ситуации в Солнечногорске. Теперь в Солнечногорске активисты обращаются в Государственную Думу и 21 августа по их просьбе в микрорайон Рекенцо приезжал представитель Думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Многие жители микрорайона Рекенцо уверены, с появлением в соседней промзоне завода новых полимеров «Сенеш» и завода по переработке пластмасс «Пларус» местная экология значительно ухудшилась. И это серьезно отражается на здоровье населения. Выбросы происходят на заводе все время, когда он работает, поскольку работают котельные, работают ежеминутно, ежеминутно, ежесекундно происходят выбросы. Жители их ощущают, наверное, только тогда, когда ветер дует с завода в сторону микрорайона, в сторону жилой застройки. Как правило, ощущается еще, кроме того, головная боль. Ощущается, кто-то ощущает сердечную боль, кто-то ощущает затрудненность дыхания, слабость, внетущее состояние. Со здоровьем плохо. У кого аллергия, у кого астма, у кого онкология. То есть, ну вот я могу говорить про свой дом. То есть у нас практически в каждом подъезде есть заболевший или умерший от онкологии. Вы считаете, что это связано именно? Конечно. Потому что этот всплеск нового образования, золокачественных новообразований, он пошел аккурат после запуска завода новых полимеров «Сенеж». Все эти несчастья, по мнению людей, происходят из-за отсутствия на заводе «Сенеж» защитных фильтров и нарушения предприятиям правил санитарно-защитных зон. Об этом активисты проинформировали депутата Госдумы Максима Шингаркина. Мы, тем не менее, просим организовать не только экологическую экспертизу, но и технологическую экспертизу с привлечением экспертов независимых, чтобы они конкретно по проекту, по схемам прошлись и посмотрели, где у них какие трубы, краники и где возможны утечки для выбросов. Когда мы с вами все измерим, мы с вами, скорее всего, просто все окажемся в судах. Мы будем судиться за отмену разрешения и размера санитарно-защитной зоны, за согласованные объемы выбросов, за то, чтобы они платили штрафы по 25-кратной норме. Понимаете? Это будут десятки судов. Но законы Российской Федерации нам позволяют это делать, и мы это будем делать. Задача только одна – показать им, что им дороже обойдется судиться с нами, и когда мы будем добиваться защиты прав, чтобы они поставили фильтр. Жители Рекенцо попросили Максима Шингаркина вмешаться в строительство еще одного химического производства в юго-западной промзоне Солнечногорска – заводу по выпуску декоративно-бумажного слоистого пластика компании «Лемарк». По данным активистов предприятия, будет синтезировать вредные фенолформальдегидные смолы. Депутат Госдумы обещал разобраться и помочь солнечногорцам навести экологический порядок. Ольга Ратникова, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение. Информационная программа «Наше время». 22 августа в Солнечногорске прошло первое благотворительное мероприятие под эгидой городского общественного совета. Оно состоялось в городском парке и было посвящено предстоящему Дню Знаний. В гостях у Маши и Медведя. Так назвали благотворительные мероприятия организаторы – члены городского общественного совета и руководство «Кафе-мультик». На праздник были приглашены 15 детей в возрасте от 6 до 10 лет, которые проходят реабилитацию в Солнечногорском центре Незабудка. Это благотворительная акция цели задачи, которая является развитие и поощрение благотворительности в нашем городе, привлечение общества и представителей бизнеса к оказанию помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мероприятие, посвященное первому сентября, мы хотели бы поздравить наших деток с наступающим праздником, вручить им подарки, отпраздновать все это дело и, естественно, отпировать. Вот, в принципе, наша сегодняшняя задача – доставить удовольствие перед последние предшкольные дни. На праздники дети играли, участвовали в конкурсах, танцевали. После этого детям вручили подарки. А реабилитационному центру Незабудка – телевизор. С наступающим Днем Знаний ребят поздравил глава города Александр Талданов. Детям и их родителям праздник очень понравился. Маша Медведь. Это была сказочка. Тебе понравилось? Да. Очень хорошее мероприятие. Хорошо бы, чтобы каждый год так было, чтобы детей больше радовали вот эти праздники, потому что они в таком восторге, вы сами видели, они танцуют и пляшут и все. Ну, в общем, отлично. В планах городского общественного совета и спонсоров проводить более масштабные благотворительные мероприятия. Общественный совет планирует в октябре, точнее, извиняюсь, в ноябре месяце провести благотворительный концерт с привлечением представителей бизнеса и цель которого является собрать денежные средства и оказать помощь детям, опять-таки, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас пока первые 15, да, насколько мне известно, у Центра Незабудки где-то в пределах, где-то примерно около 400 детей на попечительстве. То, конечно, планируется, может быть, и даже не только какие-то подарки, может быть, какие-нибудь куда-нибудь выезды делать, там, посещения, что. Ну и, оказывается, конечно, какую-то все равно помощь для этих детей. Городской общественный совет приглашает к организации благотворительных мероприятий спонсоров. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 24 августа в нашем городе пройдет традиционный День Солнечногория. В этом году Солнечногорск отмечает 75-летие обретения статуса города. О том, какие праздничные мероприятия пройдут в День Солнечногория, выясняли наши корреспонденты. Праздник, посвященный 75-летию Солнечногорска, начнется с фото-выставки Солнечногорского объектива времени, представляющей исторический путь города, пройденный за эти годы. Она откроется в 10.30 на Советской площади. Там же будут проходить и основные праздничные мероприятия. В 11 часов начинается у нас торжественное мероприятие. Оно начнется с прохождения коллективов. Как всегда, это было для Солнечногория красочным таким зрелищем, потому что около 40 коллективов, учреждений, организаций заявили сегодня желание пройтись на Дне города. В день юбилея города двум его жителям будет присвоено звание почетного гражданина Солнечногорска. А в память одного из уже носящих это звание будет открыта мемориальная доска. А также у нас в 13 часов состоится открытие мемориальной доски памяти Ивана Федоровича Стрекалова на проходной завода имени Лепси. Дело в том, что в этом году Ивану Федоровичу Стрекалову исполнилось бы 100 лет. Я думаю, что все солнечногорцы знают эту фамилию и имя. Это человек, который основал сиреневый сад на территории завода Лепси. Очень известная личная. В Дню Солнечногорья подготовлена большая концертная программа. Участники костюмированного представления «Связь времен», народный артист России Владимир Девятов и группа «Ярмарка» займут сцену на Советской площади до обеда. В 14.30 начнется бал молодоженов, а в 15.30 стартует четвертый открытый фестиваль искусств «Солнечный город». Помимо конкурсантов выступать будет также Анастасия Спиридонова. Это участница проекта «Голос», «Витас», «Глюкоза», «Владимир Левкин» и некоторые другие. К юбилею города готовились не только артисты. В 14.00 в путевом дворце откроется выставка солнечногорских художников «Осенний вернисаж». А сотрудники района библиотеки совместно с Комитетом по культуре подготовили первую книгу из серии знаменитых «Россиянин» на земле Солнечногория, которая станет подарком для гостей из городов-побратимов, приехавших на праздник. Это порядка 13 делегаций на сегодняшний день уже насчитывается. Это и наши друзья и побратимы из Белоруссии, из Крупок. Это и город Гагарин Смоленской области, ну и много других городов. Из-за границы также приезжают к нам побратимы из Литвы, из Сербии. Вечером в 19.00 начнется галоконцерт с участием звезд эстрады. Завершится праздник традиционным салютом в 23 часа. Несколько часов назад в Солнечногорске наблюдался сильный шквал ветра, дождь и град. Град был на редкость крупным. Размер некоторых градин достигал величины меча для пинг-понга. Досталось прохожим автотранспорту оконным стеклам, растениям и животным. К счастью, обошлось без серьезных последствий. По крайней мере, в Солнечногорской станции скорой медицинской помощи нам сообщили, что обращений жителей о травмах, связанных с градом, туда не поступало. Не было сигналов об авариях, связанных с электричеством. Об этом нас проинформировали в районном филиале энергокомпании МОЭСК. Более полную информацию нам получить не удалось. Телефоны районного управления по региональной безопасности, отдела ГО, ИЧС и единой дежурной диспетчерской службы не отвечали. И это все на сегодня с материалами выпуска. Вы можете ознакомиться на интернет-сайте www.solun.ru Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по средам и пятницам в 19.30 с повтором в четверг в 8.14.00 в субботу в 8 часов утра. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30, в понедельник в 8.14.00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь. Желаю всего доброго и удачи в наше время. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!